22 февраля христианский мир чтит память святого мученика Никифора. Всю свою жизнь святой посвятил помощи тем, кому она была нужна. Свою жизнь он провел в молитве к Богу и в прошении простить грехи своего брата, который был язычником. Как ни старался, он не сумел переубедить его стать на сторону Бога. Память о святом мученике чтят и сегодня. По церковному календарю сегодня подсчитается несколько святых – Никифор, Панкратий и Валентина. В народе этот праздник называли «Лаптев день» из-за особой традиции. А приметы на 22 февраля расскажут, как привлечь богатство, успех, а также они предупредят о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. День Никифора – это день трудолюбивых людей. Сегодня принято заниматься уборкой, чистить все, стирать белье и одежду, гладить и мастерить. Считается, что чем больше человек сделает работы в Никифора в день, тем богаче и успешнее он будет в течение года. Но самое главное – это то, что приметы на 22 февраля говорят, что сегодня нужно обязательно починить обувь. Именно поэтому праздники называются «Лаптевым». Считается, что если сегодня кормилец семьи починит обувь, то он будет целый год успешным в карьере, работе, и у него повысится доход. Вот что категорически нельзя делать в этот праздник. Сегодня нельзя лениться, а то денег не получишь. Не починишь обувь – не жди успеха в работе. Нельзя сегодня портить и рвать одежду. Нельзя мыть голову и стричь ногти. Также в этот день было принято купить новую обувь. Это было связано с тем, что обувь ассоциировалась с жизненным путем, и если она старая и сношенная, то жизнь будет неудачной и скучной. А если же обувь новая, то вас ждет процветание и удача во всех делах. В новой обуви все планы реализовывались и все мечты сбывались. Она могла принести достаток и благополучие в жизни людей. В этот день было принято обращать особое внимание на свое здоровье. Если больной, который страдает серьезным недугом, начнет свое лечение сегодня, то он обязательно выздоровеет. 22 февраля можно было попросить высшие силы об излечении хронических болезней. Они проходили и никогда не возвращались. Те, кто занимался огородными делами, в этот день закаляли семена. А именно, выносили их на мороз на несколько часов, после чего заносили в дом и весной высаживали в теплую землю. Такие семена приносили отличный урожай и никогда не пропадали в земле. В этот день христиане отправлялись в церковь и просили святых о благословении на весь год. Именно 22 февраля можно было попросить о благополучии семьи и ее процветании. Те, кто выполнял такие нехитрые ритуалы, имели удачу целый год, а любовь и достаток никогда не покидали их дом. Такие люди обретали счастье и гармонию в семье. Считается, что сны в эту ночь не несут никакой смысловой нагрузки. Они показывают лишь то, что происходит у вас в душе. Вам нужно больше заботиться о своем эмоциональном состоянии и больше времени уделить себе и своему развитию. Те, кто родился в этот день, отличаются умением идти на жертвы ради родных людей. Такие люди, как правило, не жалеют собственных сил и энергии на дорогих сердцу родственников и готовы помочь в любой момент. Эти личности не знают, как можно отказать в помощи близкому человеку. Они всегда готовы поддержать как морально, так и материально. Рожденные в этот день не пугаются трудностей в жизни и всегда отстаивают свои интересы. Они обладают сильным и стойким характером, что позволяет противостоять всем трудностям. Именинники этого дня – Изабелла, Валентина, Петр, Никифор и Владислава. В качестве талисмана рожденным в этот день подойдет Агат. Такой камень поможет уберечься от недобрых людей и придаст силы на новое свершение. С его помощью вы сможете отыскать счастье и обрести новые возможности. Если сегодня светит ярко солнце, то вскоре ожидайте прихода весны. Если на улице гололед, урожай будет богатым. Если поют птицы, то ждите теплое лето. Если и не на деревьях, ждите оттепель. Любое лечение, которое началось 22 февраля, будет успешным и от болезней получится легко избавиться. Если в течение всего дня оттепель и капель, то жди весны еще очень долго, зима задержится. Если сегодня, 22 февраля, будет мороз и очень холодно, то это значит, что больше холодов не будет. Сегодняшнее – последнее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok